Всем привет! На просторах Алиэкспресс увидел такую вот фигню, не знаю как ее назвать, накидка на торпедо. Вот она из такого материала состоит, плотный материал, тут прошитый, черный, с этой стороны, какой-то вот ворсистый, не знаю, какой точно этот материал, но толстый, вот он видно в профиле его здесь вот. Значит, выкройка отличная, сразу видно, что лекало нормально, подобрано, то есть полностью ложится, все вырезы, отверстия, все четко подогнано. Жена ее погладила, не знаю, как там через тряпку или как правильно, факт тому, что просто она была сложена в рулон, ну и в некоторых местах плохо ложилась. Сейчас вот ложится здесь вообще идеально, на поверхность, в этом месте вот как-то тут непонятно, здесь тоже нормально. Для чего эта вещь? Ну, во-первых, защита от ультрафиолета. Если часто машина стоит у вас на солнце, то можно такую накидку бросить, просто при стоянке автомобиля защитит в какой-то мере от ультрафиолета. Это ультрафиолет разрушает, ну, любой, пластик, резину, все разрушает. Еще один момент я заметил, данное место отсвечивает в стекло, когда в основном солнце сюда падает, происходит отсвет, и видишь изображение торпеда на лобовом стекле. Ну, если не присматриваться, то незаметно, в основном это влияет на запись, на записывающее устройство. Видеорегистратор, потом в записи смотришь, видно, что отображение панели торпеда. Также я часто снимаю на камеру, на видеокамеру, для вас там ролики различные. И также мешает картинке. Думал, какое-то на время съемки полотенце ложить что-то, накрывать черным чем-то. Ну, увидел такую вещь, недорого стоит, решил заказать. И вот делюсь с вами, может, кому будет интересно, то захотите приобрести. Показываю, как она легла и как она вообще выглядит со стороны. Понятно, что как бы не совсем привычно тряпка какая-то лежит, скажете. Но я думаю, что все равно это лучше, чем просто какую-то тряпку бросать, непонятную, непонятного происхождения. Это все-таки как вот готовая выкройка для данного вот, для данной торпеды. Может, конечно, будет собирать она различные, если собака, шерсть там, ну, блин, такой материал, что будет цепляться к нему все. Ну, это уже время покажет. В подарок такое вот что-то лежало в комплекте. И вот что немаловажно, китайцы продумывают все до мелочей. Так-то во время стоянки она лежит и никуда не девается, все отлично. Во время движения резкого старта, например, может съезжать. Поэтому они положили в комплекте такие вот липучки на двухстороннем скотче. Поэтому их вполне достаточно вырезать квадратики. И, скорее всего, по периметру в углах. Тут, где может топорщиться, где вам не нравится. Понятно, что лишнее на поверхность не хочется клеить торпеда. Но по углам, где не совсем заметно, можно это дело приклеить. И будет, конечно, держаться уже... Ох ты, ё-моё! Вот я вот и задержалась. Прикиньте, как будет держаться. Вот. Прикольно я провел испытания. Не могу теперь отодрать их и собрать на место. Будет держаться отлично. Ну, с этой стороны тоже. Тоже держится хорошо. Хорошие липучки. И будут нормально удерживать от смещения. Ну, а дальше уже, у кого как будет работать фантазия, прямое назначение данной штуки я вам рассказал. Может, кто ещё что придумает и напишет в комментариях. Но, что ещё может прийти в голову на данную тряпку? Можно какие-то крепления мобильных телефонов. Что-то уже химичить дальше. В случае чего, торпеда у вас не будет задействована. Будет чистая. Может, на липучке какой-то коврик для мобильного телефона. Так же не будет ездить. Будет хорошо держаться на данной шероховатой поверхности. Ну, если сравнивать с гладкой поверхностью. Ну, и это всё дело съёмное. Понятно, что не нужно использовать. Взяли мягкое оно. Свернули в рулон. Кинули в багажник. На сегодня всё. Ссылку оставляю на это дело. Переходите, приобретайте, кому нужно. Также оставляю у вас ссылку на другие видео мои по данному автомобилю. Всем удачи и до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok